Девушки отдыхают Сами граждане Украины признают, что на Украине погибло ничтожное количество мирных жителей И то в результате ударов ракетами зенитных установок Никто не вспоминает ни про Бучу, ни про прочие инсценировки Более того, даже так спустя, заметая пот, говорят, ну да, это была инсценировка Любое наше проявление гуманизма они воспринимают как нашу слабость Вот я на днях писал об очень важном диалоге Ну и хорошо известного в Украине полковника Ходоренка С нашей любимой Скобеевой Ну Ходоренок, он русский империалист Полковник генштаба всю жизнь там прослужил Но надо отдать ему должное Грамотный профессиональный военный эксперт И он опубликовал, напомню, сенсационную По тогдашним временам Статью 3 февраля 2022 года Называлась она «Прогнозы кровожадных политологов» Кровожадными политологами он назвал людей И, наверное, самого главного из них тоже Которые готовили полномастапную военную акцию Карательную в Украине И осуществили ее через 2 недели Подробно, по деталям Описал все, что произойдет И заключил очень существенным политическим выводом Уже не как военный эксперт, а, видимо, как гражданин Что война против Украины Планируемая в настоящее время Абсолютно не отвечает А противоречит всем коренным национальным интересам России Ну вот, его не расстреляли, между прочим И даже более того Его оставили таким постоянным экспертом На политических шоу Ну, я думаю Не думаю, а я уверен, конечно Что отставной полковник Ходоренок Так же, как и генерал-лейтенант Ивашов Выстрелившие с подобным заявлением Отражают коллективную точку действующего генерального штаба Все-таки это там не Наполеоны собрались Не Ганнибалы И даже не Жуковы с Аркасовскими Но они понимали Понимали всю обреченность этого безумного плана И вот выпустили своих отставных коллег Предупредить об этом в обществе Ну а вот сейчас Ходоренок снова проявил свою военную экспертизу Когда на днях его Скобеева пыталась Не его, а себя и свою аудиторию успокаивать А знаете, вот, товарищ полковник А вот как вы считаете Вот у американцев-то вроде бы уже на складах Кончается все оружие Которое вы могли Они просто собирались поставить в Украину Он ее гробо прервал Ну, по-моему, он не использовал матерные лексики Но, видимо, про себя так он хотел сказать Что ни хера у них не кончается Он сказал немножко мягче Если бы... И дальше произнес ключевую фразу Собственно, коллективную точку зрения Сегодняшнего российского генштаба Если бы американцы захотели Они могли бы закончить этот военный конфликт В максимально кратчайшие сроки Вот эта точка зрения Которую сейчас понимают все в России Что, в общем-то... Вот понимаете, какой парадокс Вот 24 часа в сутки Они осыпают проклятиями Одного такого пожилого Нелишительного человека В овальном кабинете Белого дома А вся их судьба Всего их режима Власти, жизни Кромадной собственности Вся повисана на тонкой ниточке Которую этот нелишительный человек Держит в руках И стоит ему завтра Резко увеличить Номенклатуру поставляемых в Украине Военных изделий А для этого И не нужно даже никаких Дополнительных финансирований Все же предусмотрено И скобеивание права Все это есть Война закончится за несколько недель Вот это они понимают Дело в том, что россияне Прекрасно понимают Что они проиграли эту операцию Они выходят Они выходят уже полгода Пытаются уйти И уйти как-то Чтобы не разрушиться Видно это движение С военной точки зрения Одно видно было И из-под Киева выход Из-под Изюма, Лимана Но прогнозируемо было Из правого берега Херсонской области Причем, если опять же Меня можете посмотреть За несколько месяцев Это уже практически все Обозреватели говорили Дело в том, что У россиян очень плохое Сейчас положение на фронте Сам по себе Выход российских войск В Крым Через Донбасс Он создал условия Для них же С военной точки зрения Практически невыполнимые Для обороны То есть Где-то около полторы тысячи Километров Можно сказать Кишка протянутая в Крым Аж до Керчи Через валуйки Российские С шириной фронта Глубиной фронта Около ста километров Ее невозможно Просто удерживать Если не будет Принято какое-то Политическое решение И украинское Политическое руководство Согласится С нахождением Этой кишки До определенного Какого-то момента Любой удар Рассекающий удар Приводит к отсечению Определенного Этого конца И мы прекрасно его видим Если просто карту посмотреть Любой старший офицер Это скажет Здесь не надо Семь пядей во лбу Потому Можно было спрогнозировать И выход из-под Киева Нельзя взять Четырехмиллионный город С его лишь Несколькими Десятками тысяч человек Это просто нереально Так же самое нельзя было Взять полутора миллиона И Харьков А там Сорока тысячами Ну и так далее То есть 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 определенные формулы Любая война Это математика Ее очень легко Просчитать Потому То что Россияне будут Уходить Из Украины До границ 91-го года Скажет Любой майор И Выше Любой старший офицер Если Не будет Какого-то Политического Решения Они удержаться Просто не смогут Даже Исходя уже Из Тех Мероприятий Которые они даже Проявили То есть Той же мобилизации Или подъем Определенных Средств Поражения У них просто Не получится Максимум Что не смогут Это К весне Выстроить Линию обороны Между Украиной И России По Границе 91-го года То есть По границе Всемирно признанной Границе Украины Это Исходя Опять же Из тех Того количества Войск Которые у Россиян есть То что Россия После такого Удара Выхода Из Украины После поражения Не Сможет Устоять Это тоже Прогнозируют Практически все Это будет Такой же Вариант Как после выхода Советской армии Из Афганистана Советский союз Распался Буквально через Определенное время Это был большой удар То же самое Ждет и Россия Она будет разваливаться Естественно Россия На данный момент Это Такой дрон Китая Как и Северная Корея Как и Иран Это если глобально Смотреть Путин Это аватар Си Цзиньпиня То есть В принципе Что будет говорить Си То будет делать Путин Потому я думаю Все таки За Урал Это За Уралье Это вопрос Китая И китайцы Там будут разбираться С этой всей территорией Ну а до Урала Здесь уже несколько Может быть Республик образуется Это если в глобале Выход на границе Выход Заход в Крым До Нового года Возможен Даже И с той погодой Которая сейчас есть Да Она задержала Где-то на две недели Как минимум Наше движение В сторону Мелитополя И в сторону Армянска Допустим Из-под Новой Каховки Но тем не менее Еще есть Пару недель И в принципе Мы можем Еще Выполнить Определенные действия Опять же Ну будет конечно Зависит от Погоды Потому Легко Это все дело В принципе Сложить И разложить На временном Отрезке То есть Где-то Выход В течение зимы Мы будем Выполнять Задачу По деоккупации Самого Крыма Естественно Херсонской области Части Запорожской И ближе Уже к концу зимы И в начале весны Деоккупация Донецка Через деоккупацию Сначала Луганска То есть Зайдем В Луганск Отрежем Донецк От России И дальше Будет Деоккупация Самого Донецка Это где-то Будет Начало Следующего Начало Весны Ну май Может быть Не май Март-апрель Дальше Выход на границе 91-го года Засечные линии Они уже Ведутся Эти действия Российские Губернаторы Уже проводят Мероприятия По Отрытию Определенных Засечных Линей Так называемых Они у себя Их называют Линию фронта Белгородская область Курская Брянская Они уже Начали это делать Ну дальше После выдавливания Россиян За границей 91-го года Там уже Начнутся Вопросы Такие же Самые Решать И Воронежская И Ростовская Область Белгородская область